Передаю слово специальному посланнику Демистурию для ответа. Благодарю вас, госпожа председатель. Я хотел отреагировать на один конкретный вопрос. Он был сформулирован весьма чётко и ясно. Он был поднят уважаемым постоянным представителем Российской Федерации. Во-первых, хочу ответить, что я руководствуюсь Женевским коммунике и резолюцией 2254, в том, что касается повестки дня и приглашений. В прошлом, и вот ответ вам, я сталкивался с отказами в отношении прямых активных переговоров со стороны учреждения, которое поставило предварительные условия. И я просил уважаемого господина посла, который также обсуждал правительство в Женеве. Я спросил, хотели бы провести прямые переговоры с нынешней делегацией. И исправьте меня, если я ошибаюсь, господин посол. Вы сказали, что вы не хотите вести переговоры с террористами или представителями террористов, или участниками террористической деятельности. Я могу подтвердить, что, когда я буду направлять приглашения, и, очевидно, политический процесс не может быть заложником обстановки в плане безопасности. В то же время, позвольте мне здесь процитировать, когда у нас был особый день, я все-таки считаю это особым днем, 9 сентября был особый день, у нас были длинные, подробные дискуссии с Российской Федерацией и Соединенных Штатов. И я сделал заявление от имени ООН, и я сказал следующее. ООН надеется, что осуществление этой договоренности будет способствовать, я не говорил о никаких предварительных условиях, я говорю, что это будет способствовать возобновлению усилий по достижению политического регулирования силами самих сирийцев, к чему призывает Женевская коммуникает и резолюция 2254 Совета безопасности. И необходимо было подказать с Легерами Старевым и МГПС. По-прежнему я эту надежду питаю, и могу подтвердить, что когда я буду прорезать приглашение в соответствии с резолюцией 2254, я буду приглашать на прямые переговоры. Благодарю вас. Представитель Сирийской Арабской Республики просит вновь слово. Пожалуйста, вам слово. Благодарю вас, госпожа председатель. Небольшое уточнение в отношении того, что сказал только что спецпосланник, когда Вторая Женевская конференция проводилась с тем, чтобы подготовиться к Женевской конференции. На конференции Иордании было получено определить, кто относится к террористам, а кто нет. А Саудская Аравия должна была определиться, кто принадлежит к оппозиции, кто не принадлежит. И два определения, которые дали бы эти две страны, должны были мы привезти с собой в Женеву. Ни одна, ни другая страна эту задачу не выполнили. Ни Ордания не подготовила такое определение, ни Саудская Аравия. И опять проблема была направлена на рассмотрение Женевской конференции. И мы обнаружили, что террористы были приглашены на Женевскую конференцию. И они впоследствии были исключены из процесса, поскольку все обнаружили, что это просто террористы. Сирийское правительство, с другой стороны, отправило в Женеву и вернется еще в Женеву для того, чтобы проводить внутрисирийский диалог. Не диалог с террористами. Нет. Настоящий, прошу прощения, внутрисирийский диалог без внешнего вмешательства и принуждения. Нам необходимо, чтобы спецпосланник собрал все эти группы оппозиции в составе одной делегации, которая прибыла бы для введения переговоров с делегацией Сирийской Арабской Республики. Мы не готовы вести переговоры с террористами или с сотнями вооруженных террористических формирований, которые прошли некую генетическую модификацию. Нет. Наше правительство готово вести переговоры с одной объединенной делегацией, национальной оппозицией, которая чаяла бы поистине внутрисирийского регулирования без внешнего вмешательства. Мы не рассматриваем всю оппозицию как террористов, как утверждал спецпосланник. Нет. Мы просто хотим вести переговоры с теми, кто верит в Сирию и в будущее Сирии, с теми, кто верит в диалог между сирийцами и с теми, кто не ратует за какую-то навязанную извне повестку дня. Хочу заметить вас в том, что сирийское правительство готово вернуться в Женеву и возобновить диалог, но не в режиме слепо-глухонемых. Нет. Мы хотим вести переговоры с нашими согражданами, с сирийцами, которые верят в нашу страну. Они обслуживают чужие интересы и проводят время в пятизвездочных отелях, и оплачиваются чужими правительствами, которые используют их для собственных трюков. Благодарю вас. Благодарю вас. Спецы кратеров из Черман. Заседание закрывается.